Новосибирская область присоединилась к акциям в памяти о жертвах теракта в Крокус-Сити-Холл на уличных экранах мегаполиса, улетающей в небо клином журавли. Символ не случайен. Концертный зал в Красногорске носит имя народного артиста СССР Муслима Магомаева, исполнявшего песню журавли. Новосибирцы продолжают нести цветы к импровизированному мемориалу у часовни Николая Чудотворца. Сегодня акцию солидарности поддержала молодежь. На прямой связи со студией мой коллега Андрей Баев. Андрей, добрый вечер, тебе слово. Приветствую, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, вот уже вторые сутки жители Новосибирска и гости города несут к импровизированному мемориалу у часовни Николая Чудотворца цветы, игрушки, памятные надписи в память о погибших в этой страшной трагедии. Ну и буквально несколько минут назад, я попрошу режиссеров показать картинку, здесь к акции скорби и памяти присоединились молодежь Новосибирской области. Это представители как различных движений, это и студенческие отряды, и школьники, и движения первых, юнармия. В общем, вся молодежь, неважно какого возраста, представители учебных заведений и не только. Ребята также возложили цветы и выложили свечами надпись «Новосибирск скорбим» и дату этого ужасного теракта. Но также участники были и представители правительства Новосибирской области, Министерства региональной политики, Департамента молодежи и других ведомств. Ну а сейчас я предлагаю поговорить, собственно, с участниками события, с теми самыми молодыми людьми. Добрый вечер, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дарья Табалевич, руководитель волонтерского корпуса Новосибирской области. Волонтерский корпус Новосибирской области, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Леонид Кириленко, руководитель Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов. Ребят, ну расскажите, насколько важно, на ваш взгляд, сейчас, в эти дни, поддержать каким-то образом всех тех, кто стал участником этих страшных событий, ну и, конечно же, почтить память о погибших? Мне кажется, в такие дни важно собраться вместе, подчеркнуть о том, что то, что люди, которые даже находятся далеко в Сибири, поддерживают тех, кто находится в эпицентре трагического события, отдать свою память, дань памяти погибшим, объединиться для того, чтобы показать, что мы помним тех, кто ушел, мы поддерживаем тех, кто сейчас находится в больницах, мы поддерживаем родственников и готовы поддержать не только морально на свече памяти о том, что, хочу сказать, что идет сбор средств на сайте «Мы вместе», где можно перечислить некую сумму и поддержать тех, кто сейчас находится в больницах на их лечении и поддержать семьи погибших. Насколько важно, что вот сегодня молодежь, да, какая молодежь сегодня пришла, как отреагировали вообще студенты на приглашение участия в такой акции? Сегодня по этому событию мы видим, что молодежь пришла разных возрастов. Это и школьники, это и студенты, это и люди более взрослого возраста. Сегодня мы видели даже тех людей, пожилых ветеранов, которые пришли сегодня и также возложили свечи. Это крайне важно, то, что это кровавое событие, этот теракт, он повлиял на жизни всех наших граждан. Эта беда коснулась многих, в том числе есть представитель движения студенческих отрядов города Москва, которая была с семьей на этом концерте, в которой погибла мама, а сама она получила пулевое ранение. Поэтому, где бы мы ни были, в каком бы городе мы ни находились, мы все оказываем поддержку и чтим память всех людей, которые пострадали в этом бесчеловечном теракте. И какое бы ни было трагичное событие, наша магнациональная страна станет еще более сплоченной, еще более сильной. Ну вот, к сожалению, да, беда, что называется, объединяет. Мне лишь остается добавить, что сейчас на фоне всего происходящего очень много различных фейков, неправдивой информации, нехороших сообщений в различных мессенджерах. Не поддавайтесь панике, не идите на поводу, ну, что сказать, у врагов, иначе не скажешь. На этом все. Я думаю, что данный мемориал еще здесь будет не один день, и люди продолжат нести цветы, игрушки и зажигать свечи. Александр. Спасибо. Андрей Баев у акции в память о жертвах теракта в Красногорске. Спасибо.